Мне бы хотелось сказать о том, что Иван Санкар является во многом, несмотря на большие различия, последователем такого замечательного литератора, поэта, писателя, родоначальника славянской либеральной критики. Драматурга, переводчика, редактора Франа Левстека. Фран Левстек – это старший товарищ Ивана Санкара, и у них очень много схожего, а много и различий, в частности, в трактовке образа славянцев. Например, вот если возьмем пьесу Ивана Санкара «Холопы», то здесь можно найти ответ на вопрос, как Иван Санкар относился к католическим священникам Клиру. Антагонистом священника является учитель Ерман. И, по сути дела, на него натравливают темные массы крестьян. Они в него бросают камнями, плюются в него, не пускают детей в школы. И в результате ранит его, он тяжело ранен, и ему приходится уезжать из родного села. В личном плане у него тоже дела не складываются, но есть у него и поддержка. Это мать больная и умершая. Уже слышен на сцене голос умершей матери и другой учительницы Лойски. А вот, как бы, герой Левстика, Тугомер, он тоже умирает. Учителю Ерману удается спастись бегством. А Тугомер, он умирает от ран и обвинен в предательстве. Так же, как обвинение в предательстве пришлось пережить самому Франу Левстику, когда он издавал свой сатирический листок газету «Павлиха». Вот. И дело в том, что здесь он призывает к героическому восстанию против проботителей. И проботителями являются германцы, франки, в данной пьесе. И то же самое вот наблюдается, например, в известной сказке Франа Левстика «Мартин Карпан». И если сопоставим его с Петром Клепецем, то здесь тоже мы можем увидеть, что Петер Клепец, он, ну, я бы не сказала, присмыкается перед императором, но, в общем, так ведет себя подобострастно. А Мартин Карпан, наоборот, он, в общем-то, сам по себе. Но вот, что касается школы, здесь я слышала мнение, что хотя это произведение Левстика и проходит в школе, но, в общем, и контрабандист, уходящий от налогов, не очень хороший пример для подрастающего поколения. И вот еще, что касается драматургии. Оказывается, Иван Санкер очень любил Франа Левстика и вот это произведение о Мартине Карпане. Он взял образ копылки Мартина Карпана как основной персонаж в своем эссе, одноименного эссе, то есть Карпанова Кобылка. Но здесь значение этого образа чисто противоположное. Если в повести Левстика это героическое животное, как бы составляющее часть славянского богатыря, героя, победившего страшного великана, чудовище Бардавса, то здесь Иван Санкер, он обращает внимание на физиологию и использует этот образ для критики театра, который стал похож на балаган, на цирк, где используют живых животных, идя на поводу у низкопробных интересов публики, вместо того, чтобы воспитывать ее в духе духовности и патриотизма. Субтитры создавал DimaTorzok